Конфетти из фольги, картины из чеков. Новосибирские волонтёры находят мусору необычное применение. Не только сдают сырьё на переработку, но и дают ему вторую жизнь. Екатерина Широких удивлялась. Пластиковые бутылки, крышки, целлофан. Екатерина Хван мусора на сдачу принесла немало. Копила его целых две недели. Рассказывает, дома для каждого вида вторсырья есть специальный пакет. Подруга сортирует мусор. Я посмотрела на неё, такая, ммм, как это интересно. Потом говорит, это же всё просто, начни с бутылок. Начинаешь с бутылок, медленно, медленно, перерастает. Переходит в то, что у тебя накопится много-много горы мусора, потому что тебе жалко это выбросить. Это плохо для экологии, а надо думать о будущем. К раздельному сбору мусора женщина приучает и дочку. Вторсырьё сдаёт в экоцентр пчела. Волонтёры принимают практически всё. От старых подушек до батареек, упаковок и просроченных лекарств. Уже собрали два мешка прозрачных бутылок и один мешок цветных. А вот за день, не знаю, килограмм сто, наверное, точно соберётся за день в торсырье всего суммарно. В руках местных мастеров мусор обретает новую жизнь. Например, эта эмблема полностью выполнена из обычных магазинных чеков. Нестандартное применение нашли и яичным лоткам. Их в нашем городе трудно перерабатывать, но мы нашли применение отдавать их нашему коллеге, который делает из них звукозаписчивающую комнату. Он так, получается, их несколько составляет, как в старые добрые времена советские. И получается шумоподавление. Ветош отдают в приюты, из ненужной пряжи вяжут свитера, из фольги делают конфетти. Но большую часть мусора, конечно, отправляют на переработку. Причём на новосибирские предприятия. Этот велошредер собрали волонтёры экоцентра «Пчела». С помощью него они подготавливают крышечки к переработке, перемалывают пластик для того, чтобы на заводе с ним было проще работать. Особой популярностью приспособления пользуются у детей. В центре часто проводят дни открытых дверей и экологические мастер-классы для подрастающего поколения. Для Новосибирской области огромная проблема – это обращение с отходами. Я считаю, задачей главной здесь всегда является сокращение отходов, которые попадают на полигон, любыми способами. В том числе повторным использованием каких-либо материалов. Следующий сбор в экоцентре пройдёт в воскресенье. Главное требование к вторсырью – оно должно быть чистым. Волонтёры напоминают – в центре не принимают стекло, ртутные градусники, шприцы и энергосберегающие лампочки. Екатерина Широких, Евгений Павлов, Новости ОТС.